Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня такая история, что меня недолюбливает Секровь. И моя мама давит на меня из-за этого, боится, что муж может меня и бросить из-за влияния своей матери. Теперь мама требует от меня, чтобы я полностью подчинялась мужу, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Секровь говорит маме моей, что я очень эгоистичная женщина и поэтому не кажусь для семьи. Потому что у меня помимо работы и семейных хлопот есть разные интересы и увлечения. Мама мне теперь говорит, что я должна ни на шаг не отходить от мужа. На этот разговор мама натолкнула то, что мой муж на несколько дней к родителям ездил помочь по хозяйству. Мама моя неизвестно как это расценила и сказала, что не ездил не родителям помогать, а ходить по девушкам. Мама моя из-за этого эпизода плакала по ночам. Мама ей объяснила, что она мне так создает комплексы, что я взрослая женщина и не стоит вмешиваться в мою семью. Я теперь решила с мамой какое-то время прервать общение. Поймите правильно, я просто не готова с мамой общаться пока. Но возможности у меня на неё нет. Думаю всё, как мне выйти из этой ситуации и оградить свою семью от влияния обеих сторон. Матери и свекрови. Такой вопрос. Ну что же, давайте попробуем его разобрать. Тут даже как такового получается, как такового даже нет. Вопрос. Вот. Тут больше скорее размышления, тут больше скорее рассуждения. определённых есть. Вот. А вопроса как такового, ну, лично я не увидел, не заметил. Поэтому вот первое, наверное, на что я хотел бы сделать акцент это на том, ну, собственно, какой у нас запрос к психологу, да, вот. Ну, самое очевидное, ну там, понятно, что вы хотите, как, собственно, ну, как, собственно, вы и пишите. Да? Оградить свою семью от влияния, да, вот, от влияния мамы и свекрови, вот. Но, поскольку это вопрос личных границ, то, наверное, нужно посмотреть, где, как и вследствие чего ваши личные границы нарушаются. Вот. То есть, ну, вы же, наверное, понимаете, что не просто так, к примеру, да? Ну, не просто, не просто так, ваша мама, допустим, говорит вам то, что говорит. То есть, совершенно не просто так. Значит, в вашем опыте взаимодействия с ней это как-то вот, ну, дозволено, да, это как-то вот допустимо. Допустимо. То есть, допустимо, что мама может так вот себя с вами вести. Допустимо, что мама может вам об этом говорить. Допустимо. Это допустили, конечно же, вы. И допустили вы это не просто так. То есть, вы это допустили, потому что, ну, вот, на что-то опирались. Вопрос заключается в том, на что именно вы опирались. И опираетесь, и продолжаете опираться, что важно. Вот. Это один из самых важных моментов. То есть, во имя чего вы позволяете маме, например, нарушать ваши личные границы. А может быть, может быть, вы и не замечаете вовсе того, что, ну, того, что ваши личные границы нарушаются. Может быть, вы, ну, привыкли. Может быть, вы привыкли к тому, что они нарушаются. И даже этого не замечают. Далее. Мама боится, что вас бросит ваш супруг. А волей-неволей, здесь у меня возникает вопрос. А откуда, собственно говоря, у вашей мамы такой страх? Ну, вообще, откуда у неё такие переживания? Как вы к этому относитесь? К какому её страху я имею ввиду? Вот вы упомянули, что сказали своей маме, что она вам таким образом образовывает комплексы. Здесь вы, конечно, не совсем правы. На мой, по крайней мере, взгляд, потому что на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, никто не может человеку, да, ну, как-то вот привить комплексы. Это может сделать только, только другой человек. Вот. Да, может быть, под влиянием, конечно же. Но, это может сделать только другой человек. То есть вы, то есть, например, поверить в своем мэме. Вот. То есть вы выращиваете у себя комплексы, когда, например, допустим, безоговорочно верите своей маме. Вот. Или считаете, что она права. Или, или, когда у вас возникает, так скажем, ну вот, какая-то проблема, тогда, ну, просто вот какая-то проблема возникнет. Самое, самое, самое разное, необязательно, чтобы это была какая-то, прям, конкретная проблема. Просто какая-то проблема. Вот. И вы сами, как-бы, как-бы, от этой проблемы пытаетесь уйти, как-будто бы, то есть вы сами, как-будто бы, предпочитаете эту проблему. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на эту проблему и вам становится не по себе из-за этого. Вот, то есть то, что я пытаюсь вам сказать, это то, что ваша проблематика не связана напрямую с мамой, а проблематика связана именно с вами и с тем, как вы воспринимаете, ну, допустим, те или иные феномены в вашей жизни, которые происходят. Вот. В частности, вот как раз семейные отношения, допустим, вот, то есть то, как вы воспринимаете свое взаимодействие с мужем, да, как вы воспринимаете свою семью, как вы относитесь к супругу и так далее. Какие отношения у вас с ним, например, опять же и так далее. То есть эти моменты достаточно важны. Но, смотрите, краеугольным камнем проблематики является не только ваша собственная, ну, скажем так, слабость личной грани. Но дело в том, что я об этом не сказал сразу, вот, но, честно говоря, это едва ли не первое, что пришло мне в голову, когда ваш вопрос я читал. Это вопрос, касающийся доверия между вами и вашим мужем. То есть вот насколько вы, условно говоря, друг другу доверяете. И если вообще вас доверие, как много между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает между собой. Это очень интересный и важный момент. Потому что понятно, что третьи люди, третьи лица, точнее, всегда были, есть и будут, да. Третьи лица присутствуют, ну, в каждой семье, но отношения не в каждой паре являются, так скажем, ну, спокойными, да. Отношения не в каждой паре являются удовлетворительными, да. Отношения не в каждой паре, к сожалению, гармоничны. То есть есть, возможно, некоторые проблемы. И когда образовывается вакуум, когда образовывается определенная пустота, может быть, свободная, ну, свободное место, скажем так, вот, то тут-то и появляется шанс для третьих лиц на что-то влиять. не в каждой паре. Поэтому вы действительно можете не общаться, допустим, если вам не хочется. Ну, что-то по-моему, я думаю, что вы не будете помыть правы на обчатстве. Если вам не хочется, ну, особенно если вам не хочется. Вот. Я думаю, что вы имеете полное право это делать. Я также думаю, что вы понимаете, что, например, на свекровь повлиять вы не можете, то есть свекровь это всё-таки в большей степени прерогатива вашего мужа. Да? Он может и, пожалуй, что должен с ней взаимодействовать, да, и с ней соответственно разговаривать и соответственно с ней выстраивать отношения. Потому что свекровь это его мама и не ваша. Вот. И естественно, что свекровь, она не обязана вас, грубо говоря, слушать. Да? То есть она может, конечно, к вам прислушиваться и если она прислушивается, это, безусловно, очень здорово, это великолепно, это прекрасно. Вот. Но она не должна, она не должна это делать. Она может это делать, но не должна это делать. Поэтому я и заговорил здесь конкретно о ваших, точнее, взаимодействиях, о вашем взаимоотношении с мужем. Потому что если с мужем у вас отношения доверительные, партнерские, дружеские, ну вот какие-то такие, да, скажем, позитивные, вот, то никто не является проблемой. Никто и ничто. Вот. Если в отношениях между вами и мужем есть какие-то проблемы, то любой, кто окажется в какой-то близости от вас, ну какой-то вот такой непосредственный, то скажем так, в зоне влияния, да, любой, кто находится в зоне влияния, сможет это самое влияние оказывать. Есть еще одна, как мне кажется, серьезно, история, эта история касается того, что, на мой взгляд, вы себя вините, то есть вот вас как-то, ну, сталкивают с тем, что вы слишком эгоистичны, да, и не подходите для семьи, и что у вас не должно быть своих интересов и так далее, вот. На мой взгляд, это создает у вас действительно то, что можно, можно было бы интерпретировать как сомнения в себе. То есть вы действительно можете из-за этого начать себя сомневаться, не доверять себе тому, что вы хотите и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...